В кавалерийской роте Волжского пополнения. Здесь родились сразу два жеребенка, впервые за последние 10 лет. На обновление конного состава полицейские пошли сознательно. Многие животные в роте достигли, как говорится, пенсионного возраста и уже не могут, как прежде, достойно нести службу по охране правопорядка. Репортаж Елены Лыковой. Знакомьтесь, этого жеребенка с темным окрасом зовут Олимпия. Ей три месяца, характер спокойный, вдумчивый. Рыжепокер по младшему, как говорится, с норовом. Лишний раз к себе не подпустит и все любит попробовать на вкус. Исключением не стал у нас штатив от видеокамеры. К малышам и полицейские, и сотрудники конного клуба относятся с особенным трепетом. Это первые жеребята, которые появились здесь за долгие годы. Журналисты уже не раз просили показать пополнение, которое появилось в Волжской кавалерийской роте. Но к жеребятам нас пустили только сейчас, когда им исполнилось уже несколько месяцев. Здесь работает та же примета, что и с детьми. Новорожденных нельзя показывать до месяца, чтобы не сглазить. К обновлению конного состава волжские полицейские приступили намеренно. В роте сегодня 45 животных, и только половина из них может достойно нести службу по охране правопорядка. Многим уже перевалило за 20 лет. Своего рода пенсионный возраст для лошади. Лошади в основном старые и для несения службы в тяжелых условиях уже не выдерживают. И для того, чтобы постепенно обновлять поголовье, решили своими силами производить на свет новые поколения. Так как у нас есть кобылы, жеребцы, достойные производители. У жеребят сейчас самое вольное время. Резвятся, играют под присмотром своих мам. Растут и крепнут буквально на глазах, говорят в конном клубе. Наряду с материнским молоком уже пробуют траву, тыкву и сено. С первых же месяцев специалисты приучают малышей спокойно давать ногу. Это необходимо для чистки копыта и установки в будущем подков. Серьезно готовить жеребят к службе начнут только с полутора лет. Учить верховой езде еще позже. Лошадь не сразу выпускается на службу. С ней надо долго работать, приучать ее вдоль дороги. Ездить, чтобы машин не боялась, ни людей не боялась, ни выстрелов, ни салютов. Вот эти у нас все прошли. Старички все знают. Ко всему спокойно относятся. Выращивать смену старым полицейским лошадям в кавалерийской роте намерены хорошими темпами. Если первым пополнением стали только два жеребенка, то дальше здесь надеются прирастать минимум пятью животными ежегодно. Обновление необходимо, говорят стражи порядка. Конные наряды полиции активно используются во время массовых мероприятий и не только на территории Волжского. Например, такие патрули незаменимы во время крупных спортивных, в том числе футбольных турниров. Елена Лыкова, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».